вам не видно меня плохо сейчас я попробую туда полезу за проводами пока посидите вот видишь как вот это еще же такое-то совсем тут штыкер вышли сейчас посмотрим может быть и и будет вот так видно добрый день у нас первым делом мы говорим что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против вы не против что у нас все выставляется в интернет хорошо я вас слушаю хорошо говорите игнатий тихонович я вам писал в контакте вот зная наблюдая за вами по вашим видео смотрел много за вами слушал вас ваши проповеди видел как вы живете знаю о вас немного но знаю что очень богат и духовный опыт у вас и вот хотел бы вам обратиться таким вопросом по поводу слов из священного писания написано кто не любит брата своего то царствие вечного не наследует правильно ну не не так написано смысл есть такой какому брату это относится брату по христе или брату по матери если не указано то берем то и другое чтобы не ошибиться да ладно меня интересует вопрос вот у меня брат неверующий родной брат по матери вот он неверующий человек естественно богу не молится заповеди не исполняет дело такое вот всем сердцем готов ему помогать всегда и помогаю на протяжении уже нескольких лет где одену где обую где подкормлю где ну словом делом мыслю хочу чтобы пришел к господу чтобы раскаялся покаялся в согрешениях во всех ну чтобы начал наконец-таки спасать душу свою вот но не получается жить у него кувырком вроде только возьмешь себя на работу денек поработать денежки получит и снова загул пьянки странки гулянки наркотики и так далее и так далее так вот у меня вопрос стоит ли ему помогать далее или может быть по любви все таки оставить его пока вот он не поймешь что действительно без пока вот не откроется ему покаяние потом придется скажет брат спасибо что ты перестал за мной как говорится полку вытирать а то так получается что он бездельник а я бездельнику еще и помогаю и как бы вот он руки есть ноги есть работать не хочет я вам сброшу материал когда поговорим у меня книга называется к истинному православию и там тема такая о милостыне кому можно помогать и кому нельзя вы там ответы найдете что говорят святые отцы весь порядок там указан вы там найдете какая страница видно о посте или о милостыне вот ты только чтобы он не умер с голоду вот это тоже можно смотреть не больше да я не знаю еще сказать как звук пропал ну еще так не слышно ну ладно значит не дать ему умереть с голоду вот это вот желательно а не то что ему на выпивку давать он голодный и деньгами не давая кусок хлеба можешь дать ему со мной поработал я его взял себе поработает поработает даю допустим зарплату там ну за дней пять шесть десять тысяч к примеру даю он мне на следующий день звонит и говорит брат дай мне денег на пирожок рваный сраный пьяный дай мне денег на пирожок ну как так я могу я тебе вчера зарплату давал ну чё за дела ну и как мне быть вот так давать не надо не надо давать потому что он обманывает получается меня же господь за это осудит за то что я вот так буду ему бездельнику ну подавать еще там все написано не подавай ему потому что если ты ему подаешь а он на злое дело вам господь это в вину поставит вот вот я про то же боюсь и боюсь и гнатий технич серьезно и боюсь знаете оставить его без помощи и гнев божий на себя нагнать вот потому что господь и нас терпит и любит да сколько нам прощает всего-всего а мы и нас хочет научить чтобы мы терпели правильно ну да вот я не знаю вот то ли терпеть то ли как-то ну буду я очень рад во первых вас видеть вживую с вами пообщаться уже несколько лет за вами смотрю наблюдаю очень очень по душе мне ваше житие здесь ну живым вот поэтому всегда рассказываю с кем-нибудь начинаю разговаривать рассказываю о вас людям какая судьба вот у человека вот какой интересный человек вот такие дела и гнадий хорошо если вам здорово да слава богу если вопросов нету я уже отхожу у меня тут назначена уже встреча опять вам сколько сейчас лет уже 81 81 ну дай бог вам жить и жить и жить и спасать души человеческие ну спаси христос вас тоже храни господь все ваши пути вот и всех кто вас окружает всего доброго спасибо хорошо я вам сейчас постараюсь скинуть ресурсы и когда мы молимся чтобы пришли с нами молились вместе хорошо все с богом